Привет, друзья! На связи Наталья Ляру и мы в эфире Instagram. Тема самореализация. Будем говорить про простую формулу, как отыскать эту самореализацию и в чем самые главные затыки. Затыки, почему у нас не получается. Привет, друзья! Привет-привет всем, кто присоединился. Привет-привет! Сразу, пока присоединяйтесь, расскажите, пожалуйста, я в последнее время участвую в огромном количестве марафонов. Просто маякните, мы давно с вами знакомы или вы только что присоединились, чтобы мне немножко тоже понимать, как мне рассказывать, потому что будет отличаться. И второй момент. Находитесь ли вы в поиске самореализации или уже более-менее знаете свое дело? То есть, если вы... Спасибо большое, что пришли. Добрый день. Вы очень красивы. Спасибо вам большое. Очень приятно. Вот так вот с позитива начинаем прямой эфир. Отлично. Тема самореализация. Три шага, простая формула, которая поможет отыскать эту самореализацию и три самых главных затыка, которые не позволяют нам это делать. И два вопроса к вам. Давно ли с вами мы знакомы или вы только что присоединились к какому-то марафону? Или... И второй вопрос. В поисках ли вы? Только что начало. Отлично. Анюта, спасибо. Добро пожаловать. Доносливую вас. Спасибо вам, новичок. Благодарю. Только что присоединилась. Спасибо. Недавно в поиске. Супер. Добрый день. Ищу себя. Отлично. Знакомый в поиске. Прекрасно. Наталья, привет. В поиске самореализации. Юра, привет. Ой, все знакомы. Юр, ты в поиске или уже нашел себя? Вот. Будем говорить про самореализацию. Новенький в поиске. Супер. Елена, спасибо. Новенькая. Благодарю. Я в поиске, Наталья. Ага. Спасибо. Такое слово интересное. Я в поиске, да? Ну, прикольно. Отлично. Благодарю. Супер. Хорошо. В непрерывном поиске. Вот. Будем говорить, кстати, про это. Слежу за вами около месяца. Вдохновляйте идти к себе. Отлично. Три года знакомы. Дело давно знаю. Немного боюсь масштабов, на которые способны. О, вас. Понимаю. Очень понимаю. Ищу себя. Только что присоединилась. Спасибо. Благодарю вас. А то прям интересно. Я столько в последнее время в таких марафонах участвую. Вообще. Я вас обожаю. Наталья, спасибо большое. Это взаимно. Спасибо. Хорошо. Не будем тогда. Доброе утро. Прекрасная, нужная для меня тема. Я полностью поменяла жизнь. Нужна реализация. Отлично. Вот сегодня это. Поиски в темных уголков. Юра пишет. Отлично. У нас, да. Такое бывает. Друзья, формула, на самом деле, вот правда, простая. Вот сейчас, оглядываясь, когда я уже нашла дело своей мечты и на котором прилично зарабатываю деньги, сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что на самом деле формула простая. Я думаю, что многие из вас уже знают, как бы, чем заниматься, но есть тут подводные камни. Какая формула? Может быть, вы даже ее где-то встречали или видели. Первый круг. То есть, ага, я с вами недавно в марафонах с вами. Отлично. Обожаю вас. Спасибо. Благодаря Елене тренеру по нейрофитнесу. А вас узнала. Супер. Благодарю вас. Ага. Отлично. То есть, фишка в чем? Самое главное, с чего мы начинаем, да, таких, знаете, три круга. Я прям здесь рисую. Первый круг. А вопрос, на который вам нужно ответить для себя. Что я люблю делать больше всего? Я думаю, что если вы себя ищете... Ну, подождите, не спешите выключаться, это только начало. Сейчас мы будем дальше вглубь. Мы начинаем с простых вещей и потом уходим вглубь. Ага, в алхимии дыхания уже получилась инсайта. Супер, по предназначению. Теперь я в поисках расшифровки. Вот, 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 вот. Сейчас я скажу, может быть, банальности поначалу просто, чтобы дать схему. И потом мы потихонечку будем копать внутрь, что нам мешает. Потому что подсказки мы можем получать, примерно чувствовать, осознавать, но все равно не двигаться туда, да. То есть первый круг у нас это то, что я люблю заниматься. Если не знаете, бывает такое, смотря на каком вы уровне, если вы вообще не занимаетесь саморазвитием, только-только начали в карантине, например, вы можете не понимать, да, что я люблю заниматься. То есть вы можете начать исследовать эту тему. Просто наблюдать, что вам нравится делать больше всего. Это первый круг. Дальше второй круг, который пересекается с ним. То, что я делаю свободно. Вот здесь вот любовь. Вот здесь вот свобода. То, что я делаю свободно. Пишу, вяжу, говорю на публике. Второй круг, да. Третий круг. Как я могу служить другим. Вот тут третий круг. Как я могу служить другим. Служить другим. Друзья, я сейчас не говорю про самореализацию, которая помогает заработать бабла. Я говорю, что про самореализацию, которая дает глубокое удовлетворение, то есть действительно самореализацию на духовном, на душевном, на уровне предназначения миссии. Плюс она, безусловно, точно, определенно, когда мы начинаем действительно реализовывать свое предназначение, она нам точно дает денег. И дает денег изобильно. Вот те, кто нашли себя и проявляют это миру и служат другим, вот именно вот здесь, вот здесь вот заключена вот эта самая самореализация. Здесь заключены и деньги, и очень глубокое удовлетворение, потому что она пересекается с тремя областями. Любовь, то, что я люблю делать, то, что я делаю свободно, и то, что я делаю для других. Подскажите, пожалуйста, если я люблю это делать и делаю это свободно, но не делаю это для других, как это называется, как вы думаете? Поднимает, ага, найти, что зажигает, поднимает энергию, совершенно, Аннет, ага, совершенно верно. Как вы думаете, вот смотрите, когда у нас есть, что мы любим, и мы свободно это делаем, но мы делаем это, ну, стесняемся, не показываем это миру, не служим с помощью своих талантов, даров других, как это называется? Эгоизм, ну, да, в том числе эгоизм, да, ага, люблю давать советы. Так, так, может, может так, эгоизм, что у вас с этим эгоизма, это хобби называется, друзья, эго. Почему, когда я для себя делаю, знаете, бывает, когда я фотографирую, делаю это свободно, но я стесняюсь это делать для других, потому что не верю, что мои работы могут быть крутые, и поэтому я, как бы, ну, хобби это называю, то есть мне очково, извиняюсь, рискнуть выйти в свет и сказать, люди, я, как бы, это круто делаю, да, по ростуок самого себя. Хобби, вот, спасибо, да, хобби, Анюта, хобби, консервирование, совершенно верно, обесценивание, вот вы вообще, меценатство, друзья мои, сейчас все, обесценивание. Нет, друзья, бывает такое, что, знаете, что я чувствую, мне очень нравится, вот, может быть, даже встречали фотографов, которые фотографируют бесплатно, да, они настолько любят то, что они делают, и делают это свободно, но они боятся заявить и сказать, я фотограф, или вот начинающие коучи, начинающие психологи тоже, они любят это делать, делают это уже, ну, более-менее свободно, но, как бы, боятся прям сказать, и это уже, ну, пока бы, хобби, да, спасибо, вы сегодня вообще разошлись, у меня такое бывает, вот. Так вот, то есть, в принципе, формула достаточно простая, да, как бы, что тут можно сделать, потратить какое-то время, может быть, неделю или две записывать список, что я люблю делать, вот просто в течение дня наблюдать, да, что я свободна, тут можно спросить у друзей, зачем вы ко мне, к вам обычно за этим приходят, чаще всего, потому что они знают, что вы это делаете легко и свободно, и к вам обращаются, то есть можно устроить опрос среди своих близких, и здесь вот тоже подумать, да, что вас задевает в мире, какую проблему вы хотели бы решить, если бы могли, как бы вы изменили этот мир, то есть вот то, что нас задевает, где наша боль, там чаще всего кроется наше предназначение, да. Так, Диляра, я очень устаю, если что-то делаю и не получаю обратную связь, огорчает меня. Вот, друзья, стеснение, ага, страх, вот, страх, вот, и теперь возвращаемся, теперь приходим к первому затыку, собственно, о чем вы пишете, все вроде понятно, ясная формула, но тут встречаемся с первым затыком, затык вот здесь вот, да, я люблю это делать, но боюсь, что мир меня не примет, да, или бывает такая другая крайность, а у меня нет того, что, как бы, в чем я хороша, что я люблю делать или что я делаю свободно, я как бы, я как все, у меня нет ничего такого, поэтому, а фиг его знает, то есть, что там, что там, вот здесь первый затык, это не любовь к себе, не любовь к себе, когда мы не любим себя, фокус сильный вовне, мы все время ожидаем похвалы и признания окружающих, когда нет этой похвалы и окружающих, мы такие, ну, не решаемся заявить о себе, да, мне много что нравится, но ничего из всего этого, что мне принесет дохода, сейчас, сейчас мы к этому дойдем, то есть, первое, и чем больше, вот эта база, она все-таки, любовь к себе, она помогает делать то, что вы любите, не так сильно акцентируя внимание, примут тебя, поймут они, там, вы просто, так как вы любите себя и любите делать то, что вы делаете, ну, там невозможно в какой-то момент идет столько света, столько желания отдавать, что даже когда вы получаете обратную связь, вы думаете, я обратную связь негативную не получаю, вы можете зайти в мой YouTube-канал и увидеть, как много людей вообще не понимают, о чем я говорю и очень при этом агрессивно не понимают, вот, поэтому я тоже получаю очень много негативной связи, но это меня не останавливает, мне это в каких-то моментах, конечно, обижает, я учусь на это не реагировать, но, тем не менее, это меня точно не может остановить, потому что есть база, вот, вот, без базы, очень часто вот этой любви к себе, да, мы вот как раз хотели бы проявиться, но страшно, что не примут, да, или страшно, что не поймут, поэтому каждый раз, когда есть такое, мы как будто бы возвращаемся на свой островочек, что, ну, окей, как бы, да, они не понимают, но все равно я это продолжаю делать, вот это первый затык, да, любовь к себе, дальше второй затык, то, что я делаю свободно, мне часто говорят, ага, люблю делать комплименты, у вас же красиво, красиво, так, свободно, то, что круг свободно, то, что мы делаем, тоже в этом моменте встречаю такие возражения, ну, да, я, в принципе, неплохо готовлю, там, или я неплохо, в принципе, вижу, или же там что-то делаю, да, ну, чтобы прям вот свободно, я же еще не эксперт, поэтому я не могу начать, как бы, самореализовываться, да, и мы хотим, чтобы все и сразу, вот прям вот моментально, если мы начали заниматься чем-то, чтобы мы сразу стали экспертом, кому знакомо, дайте знать, что я бы хотела заниматься дизайном, но так как я это делаю пока не свободно, да, мне это нравится, но это я делаю не свободно, поэтому я не уверена, вообще получится мне, поэтому, ну, вы нафиг, как бы, останемся там, да, сохраню, сохраню обязательно эфир, то есть, как бы, получается, вот это вот свободно, да, у всех уровень свободно варьируется, и очень часто, вот у моего поколения, я думаю, что у вашего тоже настолько, извиняюсь, сейчас буду ругаться матом, простите, за откройте уши, настолько, сука, завышенные требования, что просто пипец, вот просто по-другому не скажешь, потому что настолько ожидания от себя, если я начинаю что-то делать, то я должен прям быть мастером, да, должен быть прям экспертом, а раз я не эксперт, не мастер, то, блин, я не начну это делать, да, спасибо большое за вашу обратную связь, за сердечки, за плюсики, супер, да, приятно общаться, приятно видеть, что есть люди, вот, то есть, как бы, вот это вот завышенное ожидание, это тоже, друзья, возвращаемся, что не любовь к себе, когда у нас нет, когда мы любим себя, требования мы можем немножечко сделать реалистичными, это не значит равняться по каким-то более низким, да, как бы, планочкам, это значит реалистичная планочка, в чем ценность реалистичной планочки? Мы, когда мы недовольны тем, что есть, и все время хотим в будущее, которое еще не наступило, и между собой и будущим видим такую большую пропасть, туда уходит, знаете, это вот как бег на месте, ты бежишь, а этот обрыв, он никогда не, ну, как бы, он никогда не сокращается, почему? Потому что весь фокус внимания на разочаровании в себе и желание быстрее достичь вот этой, перепрыгнуть этот обрыв, но так не работает, друзья, так не работает чувство эмоций людей, когда общаюсь, ага, отлично, вот можете записывать сразу, да, если идея приходит, записывайте, но так не работает, у нас самый сильный, мощный момент, где мы можем творить нашу реальность, это настоящий момент, вот не зря говорят, очень много книг, сила настоящего, если не читали, очень рекомендую, Экхард Толли написал, песня «Есть только миг между прошлым и будущим», почему? Потому что только в настоящем мы можем менять свое будущее, только вот, вот прям сейчас, говоря с вами, я создаю свое будущее в этом моменте, и если я недовольна собой в этом моменте, и пытаюсь, все время направляя свое внимание, энергию, внимание – это энергия, и именно на энергии материализовывается, и строится все, если своим, получается, я не здесь, и мое внимание в будущем, у меня просто нету рычагов управления, я просто не могу создать то, что я имею, поэтому в идеале, когда мы начинаем быть эффективными, когда мы в настоящем видим, что я уже хорошая, это опять же возвращаемся к себе, я на данный момент ценю, что у меня есть, какие у меня есть дары, таланты, особенности уникальные, и посылаю намерение в будущее, то есть я в настоящем, но намерение, я думаю, в будущем, то есть такой тонкий момент с одной стороны, но очень важный, спасибо, вот, Экар Толли читали, классная книга, да, то есть получается, что многие из нас могут делать вот этот круг свободно, но потому что им не нравится качество, не нравится тот уровень, на котором они начинают, если они начинают, то они хотят сразу и всего, а этого всего нет, поэтому они не продолжают, и поэтому этот второй затык, что мы буксуем на месте, да, кому знакомо, кто от себя ожидает сразу больших каких-то результатов, кто, может быть, пробовал какое-то новое дело, которое ему нравится, вы понимаете, вам это нравится, вы начали пробовать его делать, но так как у вас не получается быстрых результатов, или получаются результаты, которыми вы недовольны, вы хотите чуть-чуть большего, вы бросаете, дайте, пожалуйста, знать, маякните, да, спасибо большое, да, вот это классная практика, намерение в будущее посылаю через благодарность, это прям супер, да, привет всем, кто присоединился, говорим про самореализацию, у кого такое было, друзья, что нашли то, что вам нравится, то, что отзывается, то, что дает вам силу, начали этим заниматься, но так как недовольны результатом, которые вы получаете, говорите, нет, я еще не эксперт, поэтому я не могу, Настя, спасибо, да, очень знакомая ситуация, вот, друзья, благодарю, то есть понимаете, что мы вот эти завышенные ожидания, завышенные требования, что мы должны, если уж делать свободно, то минимум на уровне какого-нибудь, не знаю, там, очень крутого специалиста, но крутой специалист, я даже не начинаю, вот такое бывает, да, Анна Полякова, привет, да, это я, вот, как бороться с хейтингом, как реагировать, слушай, ну, всех это, ну, как бы, не реагировать, вот, самая лучшая стратегия, это не реагировать, потому что они говорят совершенно с другого мира, поэтому, так, бегу наперед, вот, вот, поэтому задача, если в этом кругу, если вы пока еще не понимаете, что вы любите, ваша задача, ну, пока заглядывать в это, да, точно не хватает фундамента любви к себе, здесь свобода понижать это требование ожидания от себя и, как бы, начинать двигаться по маленькими шажочками, и когда мы возвращаем, переходим к третьему кругу, как я могу служить другим, вот тут затык, затык, знаете, нежелание такое, нежелание брать ответственность, когда мы понимаем, что я, например, я тоже достаточно, кстати, когда мне было очень страшно, я, с одной стороны, хотела быть коучем, помогать другим, а с другой стороны, было так ссыкотно брать ответственность на себя за других, ну, кто я такая, чтобы помогать другим, может, я, как бы, сама себе сначала помогу, и потом буду помогать другим, да, вот так часто у меня диалог внутри себя разгорался, И тут страшно взять ответственность, потому что за ответственность всегда может произойти какая-то ошибка, и отвечать тогда мне, да, с одной стороны, но за ответственностью стоит большая сила, и самое главное, за ответственностью стоит взросление, потому что пока мы ждем в позиции ребенка, что к нам придет кто-то и расскажет, чем нам заниматься, где нам развиваться, то есть мы ждем какого-то ментора, мы ждем каких-то, ну кто-то со стороны придет, нам все по полочкам расскажет, раздаст, этого не происходит, поэтому я сижу и жду, это позиция детская такая, инфантильная, ожидающая, и в ней, конечно, классно, комфортно, но в ней точно не прослужить человечество, в ней точно не прослужить другим, потому что пока мы дети, мы хотим, чтобы о нас заботились, чтобы нас вели, чтобы нас мыли, стирали, не знаю, там, кормили, да, а здесь предназначение, миссия, это уже про взрослую позицию, когда я готова как-то мириться со последствиями своего события, готова справляться с последствиями своего решения, да, своего выбора, это уже взрослая позиция, она неизменно влечет ответственность за себя, ответственность за свою жизнь, это прям мой диалог, ага, вот, да, вот, поэтому, что в этом случае делать, ну, как бы, я сейчас говорю, знаете, я вам такую очень убыстренную версию, очень сжатую говорю, на самом деле, каждая проработка из этих, каждого из этого круга может занимать от одного, ну, от нескольких месяцев, наверное, до нескольких лет, потому что в зависимости, в какой стадии, это я вам сейчас говорю, такая очень сжатая, как бы, формула, но она реально помогает, если, если заниматься любовью к себе, то нам не приходится тогда стесняться, потому что самое главное, вот, когда мы начинаем узнавать, что я люблю, мы можем любить очень необычные, странные, экстраординарные, уникальные, никому не понятные вещи, и потому что мы не принимаем себя, мы также не можем принимать вот эти свои вещи, которые делаем, да, но все невероятно уникальные какие-то продукты или идеи, они всегда встречались для начала с противовесом, сначала с критикой встречались, и только человек, который любит, да, который находит в себе опору, он может выдержать это, поэтому вы, ну, можете хотеть, представлять, любить какое-то дело, но если внутри нет вот этой любви к себе, очень сложно как-то сиять, очень сложно как-то проявлять себя, это просто невозможно, потому что каждый раз мы как-то поджимаемся, зажимаемся и пытаемся быть хорошими, правильными, да, какими-то, но это не путь к самореализации, это путь к адаптации, это путь к тому, чтобы быть, ну, как бы, правильной, хорошей, но это путь со стадом, вот есть такое коллективное бессознательное стадо, меня, как бы, направили, так, родили, дали жизнь, дали школу, да, воспитали, потом понавешали на меня ярлыков суждений, кто я такая, я эти ярлыки суждений впитала, и пошла бессознательно вместе со стадом на стабильную работу за мужество дети, да, вот этот вот наш маршрут, да, я такая иду и думаю, блин, а где же самореализация, ну, чтобы, как бы, начать идти своим путем, нужно из этого стада выйти, чтобы из этого стада выйти, вот без любви к себе, ну, никак, вот все-таки изначальная самая, вот эта первая фишечка, это все-таки любовь к себе, потому что, когда мы начинаем взращивать ценность себя, за этой ценностью приходит понимание уникальности, за этой уникальностью приходит понимание желания делиться, и тогда мы неизбежно должны, ну, просто мы чувствуем, что мы должны выйти из этой протоптанной дорожки, из этого коллективного бессознательного стада, который по привычке идет, и уже начать проявлять себя, это пипец как страшно всегда, это очень страшно, потому что идти по предначертанному пути всегда комфортно, безопасно за то, что нас хочет мозг, но когда появляется какая-то новая дорожка, хоть она и полна цветов, но она абсолютно, как бы, уникальная, она моя, она не протоптанная, поэтому там никого нет, и там страшно, и поэтому многие люди, да, знают, что они любят, да, знают, где они свободны, и хотели бы, но уйти из этой протоптанной дорожки, где уже, как бы, я привыкла, это отдельный, мне кажется, прямой эфир, но это про выход за зону комфорта, да, так, сейчас посчитаю ваши комментарии, так, как выйти из позиции ребенка, я через несколько лет буду бабушкой, но все еще внутри ребенок, вы знаете, вот только через личную терапию, здесь, к сожалению, никакие книги точно не помогут, потому что за позиции ребенка стоит раненый внутренний ребенок, тот ребенок, он, внутренний ребенок, несмотря на сколько у вас лет, хоть 60, 70, хоть 100, в каждом из нас есть внутренний ребенок, и чаще всего два типа, плачущий, травмированный ребенок и счастливый ребенок. Счастливый ребенок, это ребенок, которого признавали, любили, видели, слышали его потребности, желания, помогали ему быть, как бы, ну, давали ему свободу. Я лично, вот, по-моему, никогда еще не встречала, как бы, все равно, или гипоопека, что значит, эмоционально родители не были доступны, все время работали, ребенок был покинут, или гиперопека, когда своим контролем подавляли ребенка, засовывали его в очень жесткие границы, что там и там этому ребенку не достало внимания, как бы любви не было, этому достало слишком много, но это тоже, это извращенная любовь, это такая зависимость, созависимая, ну, это только вот через терапию этап взросления, который сопровождается осознаванием своих чувств и проживанием, и каждый раз, когда мы осознаем и проживанием, как будто бы шарик шампанского, такой пук, и боль, которая была, она сначала, как бы, такая пук, и становится, ну, или прощением, или благодарностью, или счастьем. Или в алхимии дыхания, кстати, мы тоже как раз же этим занимаемся очень сильно, мы проживаем вот эти все детские травмы, то есть, как повзрослеть, прожить, отгоревать, отпустить свои детские травмы, а их у каждого, поверьте, очень много, но зато после этого приходит такое принятие, знаете, принятие, то, что взрослая позиция, она такая менее критичная, менее осуждающая, она более принимающая, это ребенок там со своими истериками, ребенок постоянно ожидает, дайте мне, вы мне должны, вы мне обязаны, мир мне должен, мир должен передо мной измениться, мир должен мне дать, это тоже детская позиция. Когда мы вырастаем, мы понимаем, что никто никому ничего не должен, и, собственно, это в моих руках, потому что я создатель, я могу идти своим путем, могу бояться, могу остаться со всеми, то есть, понимаете, вот такие тут нюансы. Поэтому через личную терапию, сейчас много, тем более сейчас кризис, можно найти в Украине, например, онлайн-психологов за полторы тысячи рублей, и вот так работать, это тоже, понимаю, инвестиция, но она равно внутреннее спокойствие и счастье. То есть, с одной стороны, если вы никогда еще не привыкли тратить на себя, может показаться, да зачем, мне все нормально. Но вот эти травмы, они потихонечку с возрастом нас очень сильно сужают. Если нас изначально, нас всех изначально садят в определенные ограничения, какой я должна быть, чтобы там мне говорят, ты будь такой, я тебя буду любить, ты будь такой, то есть, это не любовь к себе, это, ну, комфорт для моих родителей. Поэтому нам потихонечку нужно, в чем заключается личная терапия, вообще, в принципе, личность народ. Мы выходим из собственных клеток, мы освобождаем себя от деструктивных программ, от каких-то историй, которые меня запилили в детстве, в мое бессознательное, и чтобы вообще полюбить себя, чтобы узнать, мне нужно сначала почиститься от того, кем я не являюсь. Да, мне много могли, что в детстве накидательно говорить, но больше половины не является правдой, потому что они всегда, наши родители говорят о своем опыте, то есть, они даже, ну, ко мне это могло не относиться, что, собственно, чаще всего и бывает. Поэтому личная терапия. Так, не получается. Как начать любить себя? Не получается пока. Да, во-первых, немножечко, первое, определить, что значит любовь к себе для вас. Для кого-то любовь к себе, значит, просто уделить себе время, для кого-то, значит, позаботиться о себе, да. Просто задайте, возьмите, вот, выпишите себе вопрос, что значит любовь к себе для меня? И выпишите все идеи абсолютно, которые приходят по этому поводу. Когда в последний раз вы чувствовали, что вы любите себя? Что вы такое делали? Чем вы таким занимались? Вот, задача, что такое любовь к себе? Задача это, ну, во-первых, это забота. Да, вот представьте, что у вас есть, появился шикарный мужчина. Да, вот прям шикарный, прям вот шикарнейший мужчина. И вы хотите показать ему, что вы его любите. Вот, что вы будете для него делать? Попробуйте представить, что вы будете для него делать. Как-то, ну, во-первых, наверное, уделять ему внимание, да. Что первое, безусловно, уделять внимание, да, заботиться о нем, да. Вы попытаетесь его узнать, вы попытаетесь его понять. Мы не можем любить человека, которого мы не знаем и не понимаем. А у нас что получается, да, чаще всего, что мы бежим, на ходу пытаемся как-то полюбить себя, но мы даже себя не знаем, глубинно не знаем. То есть, а чтобы глубинно узнать, нужно внутрь смотреть. Медитация, алхимия дыхания точно в этом помогает. Ну, вот тоже личная терапия, да, когда нам живой человек помогает увидеть свои разные темные, светлые стороны. Потому что все стороны важны, нужны. И любовь к себе это тоже про принятие. И очень часто за темной стороной вскрывается очень много силы. Мы думаем, что я какая-то, ну, там, не знаю, ну, как-то на себя навешиваем ярлыки по привычке. На нас навешивали ярлыки, и мы навешиваем ярлыки по привычке. Вот, и считаем, что это плохо. Но когда начинаем работать над собой, там, на личной терапии, да, там, алхимия дыхания, мы вдруг начинаем понимать, что за этой темной стороной, которую мы все время отвергали и не принимали, чаще всего стоит наш раненый ребенок. И когда раненому внутреннему ребенку очень долго не давать внимания и энергии, он превращается в маленького монстра, потому что ему важно услышать, ему важно получить ваше внимание. И чем больше мы от него отворачиваемся, тем больше он начинает проявляться. И в каких-то моментах заходит до крайности, когда начинается игромания, алкоголизм, наркомания. Это наши внутренние дети, они набирают энергии, им просто, ну, как бы, когда мы начинаем на них смотреть, сначала, очень часто у меня в личных сессиях человек разворачивается к своей внутренней стороне, темно, темно, да, сначала видит какого-нибудь, не знаю, дьявола, там, с красными глазами, там, сначала, а потом начинает присматриваться, говорит, слушай, это я, там, пять лет мне, представляешь? То есть это такое бывает, когда мы, куда, во что мы вкладываемся, то и вырастает. Куда наше внимание, туда энергия, куда энергия, то и вырастает. Если мы вкладываемся, я плохой, я плохой, я плохой, всю жизнь я плохой, 30 лет я плохой, ну, хочешь не хочешь, ты действительно будешь, станешь плохим, понимаете? Поэтому, как бы, ну, тут фокус надо менять. И начать с того, что, ну, как бы, сходить на свидание с собой, исследовать себя, изучать себя. И когда вы, ну, или поддержку брать, вот, поддержка, есть же много очень, я, в том числе, специализируюсь на любви к себе, когда мы шаг за шагом, это не быстрый процесс, но мы начинаем разворачивать, смотреть, что такое любовь к себе и что мешает. Чаще всего это очень много разных убеждений, да, очень много ярлыков и бирок, которые, на которые нас навешали, в том числе, что любить себя – это эгоизм. Друзья мои, без любви к себе вообще никакая самореализация невозможна, вот вообще. Вот хоть как, ну, представьте, что, вот, вот представьте, что я, у меня есть спина, попа, лицо, да, и я не принимаю, например, свою спину, говорю, что она недостаточно хорошая, недостаточно красивая. То есть я все время хожу в мир, ну, как бы, грудью. Конечно, грудь у меня прекрасная, широкие плечи, я хожу такая вся красивая, да, такая самореализованная. Но мне же, вообще, представляете, я не могу повернуться. Если я захожу в какую-то комнату, мне нельзя, она же плохая спина, мне же нельзя показывать. Я всячески, это все равно будет фоном фонить и проявляться, что да, спереди я такая классная, прикольная, а сзади, ну, мне нельзя проявляться. То есть это все равно, как бы, я не смогу реализовать всю себя, потому что мне часть энергии, постоянно нужно думать, чтобы, не дай бог, не показать эту сторону. Вот, поэтому, когда мы, чем больше любим, принимаем себя, тем мы, ну, открыты, искренни, и всегда людей трогает искренность, когда мы такие, смотри, я какой, да, я не идеальный, да, я вот, у меня есть там, вот там дырочка, вот здесь вот, там, я не знаю, пукаю или там еще что-то делаю, ну, вот и такое, понимаешь, хочешь люби, прекрасно, не хочешь люби, ну, как бы, я тебе тоже понимаю. То есть и в этом есть очень много свободы, и свобода навсегда заряжает, вдохновляет навсегда, ну, как-то вот, ну, все, мне кажется, да, каждый, каждый второй хочет как-то быть более свободным, и свобода, она лежит как раз в принятии и любви к себе. Спасибо большое, Наталья, все так и есть. Ага, я как раз отбилась от стада, это кайфует, вот, прекрасно, то есть первый шаг, смотря где вы находитесь, если вы все еще живете по проторенной дорожке, да, такая стабильная работа, как бы все, ожидания родителей, нельзя как бы быть плохой, то, ну, тут как бы точно нужен, если хотите из этого выйти, то точно нужна поддержка, чтобы переложить рельсы. Если рельсы не переложить, не заметите, как уже там 40-50-60 лет, и вы все еще там, потому что жизнь сама по себе, она не изменится. Волшебник на голубом вертолете не прилетит, он не даст вам эскимо, и вместе с ней не выпишет записку, скажет, там, не знаю, Маша, у тебя такое-то предназначение, эсамирализация. Это такой путь, путь человека взрослого, когда, который берет мечети, мачете и идет в джунгли искать свое предназначение, а это предназначение на дороге, по проторенной дорожке, оно точно не валяется. Это то, что с чем вы еще, что еще не в поле вашего зрения, точно, потому что нам придется такое совершить, путь героя, если кто-то читал, очень классная книга тоже, Джозеф Кэмпбелл, «Путь героя», что каждый человек, он герой, и у каждого случается звоночек в жизни, когда он начинает чувствовать, слушай, вроде какая-то, ну, вроде нормально живу, но внутри вот что-то как пташка бьется и говорит, ну, слушай, надо как-то вот что-то найти, что-то более значимое, что-то более классное, яркое, вот у каждого такие бывают моменты. И вот этот звоночек важно не пропустить, важно не заглушить его, потому что с течением времени, если мы его глушим, он вообще умолкает, и тогда там 45, 50, 60 лет, и потихонечку, как цветочек, человек раз и завял. Вот, и, ну, и почему путь героя? Потому что, услышав свой зов, человек идет, и идет в первую очередь после любви к себе в неизвестность, в выход из зоны комфорта, потому что зона комфорта – то, что мы знаем, и там есть безопасность и стабильность, но там точно нет развития, там мы всегда будем повторять то, что мы знаем. Поэтому, чтобы найти себя, найти, ну, как бы, свое предназначение, нам придется выйти, выйти из этой зоны комфорта. Вот, и вообще-то, знаете, я раньше всегда думала, что найти себя, ни хрена, создать. Вообще-то мы приходим сюда, знаете, создать себя. Создать, и как мы вообще создаем? Мы сначала, опять же, если проходим по этим трем кругам, любовь к себе, чтобы полюбить себя, нужно отказаться, во-первых, осознать, и, во-вторых, отказаться от всего, что любовь не является. От всех, ну, вот, чаще всего деструктивных, провести такую деструктивную зачистку программ, что я плохая, какая-то ненужная, не нужна, некрасивая, неталантливая. Сема изначально очень-очень классная. Суть каждого человека – это любовь. Вот если на алхимию дыхания ко мне походите, вы прямо это почувствуете. Каждый из нас – это частичка Бога, это Творец, это Создатель. Без исключения, нет исключений. Каждый из нас – это потрясающее, уникальное существо, которое обладает уникальным даром и обладает уникальным способом выражения этого дара. То есть, может быть, уникальные дары у людей, но способ выражения этого дара может быть абсолютно разный. То есть, суть ядра – вот это вот любовь. И мы вот так его боимся всегда. Мы всегда боимся смотреть внутрь себя, боимся обнаружить какую-то бяку, какую-то там, не знаю, что-то такое страшное. Но из страшного – это наши истории, в которые мы верим. Это наши истории, в которые нас родители засадили. И когда мы от них избавляемся, мы приходим к осознаванию, что я есть уникальный, вообще классный, я классный. И каждый из вас, вы просто вот дают все руки на отсечение. Вы все классные, вообще без исключения. Вот поэтому, проходя этот путь, освобождаясь от того, чем я не являюсь, и когда у меня появляется любовь, я и могу свободно уже выражать то, что у меня есть. И когда я начинаю свободно выражать, в какой-то момент у меня накапливается столько этого, что не помогать человечеству, не служить другим, я просто не могу. Меня просто начинает разрывать. Я знаю, что среди вас тоже есть люди, которые дошли до того, что я не могу не делиться. Во мне столько всего, если я не буду делиться, меня порвет. Если кто-то, кто здесь на прямом эфире присутствует, дайте знать. Вот. Очень приятно слушать вас. Спасибо большое. Очень-очень рада, что он отзывается. Окружение все время пытается вернуть стадо. Вот. Это страшный шаг, выход из зоны комфорта, но он обязательный, друзья. Друзья, вы никогда не станете больше, чем ваши друзья. Возьмите четырех друзей или пяти, кто с вами, посмотрите на них. Вы – это сумма своего окружения. Какие бы вы классные, талантливые, красивые не были, вы никогда не сможете выйти за пределы. Я понимаю, всегда присутствует вина, обидеть их, да. Но, понимаете, в краткосрочной перспективе обида будет. Точно. Но в долгосрочной перспективе вы и себе службу сослужите, и им. Потому что, представьте, у меня курятник. Я на боли живу и рядом с курятником развиваю предпринятие. Вот. Так что никогда вы сослужите службу не только себе, но и им. Им, что, возможно, будет звоночек, да, что там друзья от них уходят. А может быть, они совершенно другой дорогой пойдут. То есть тут заботиться и как-то спасать других – это не сильно хорошее занятие. Вот. Когда мы начинаем жить своей жизнью и отталкиваемся от своих потребностей, вот это точно любовь к себе. Когда мы жертвуем, ну, ради других, чтобы их как-то быть, чтобы им было хорошо, вот это точно, это такое самопожертвование, это не любовь к себе. Вот. Ой, мне очень нужен такой пук. А. Скажите, пожалуйста, очень прошу, как вы относитесь к тета-хилингу? Очень хочу узнать ваше мнение. Знаете, хорошее, хорошее, интересное инструменты. Это уже все инструмент. Коучинг, алхимия дыхания, тета-хилинг, медитация – это инструмент. Тета-хилинг, он погружается в бессознательное, меняет деструктивное убеждение. Как бы, мне кажется, вполне рабочий инструмент. Вот. Просто можно использовать, если уж вы встали на этот путь, да, тут такая тоже иллюзия, нам же хочется все и сразу, и поэтому там пройдя один курс, пройдя один тренинг или там несколько сессий, мы думаем, что это все в корне изменит нашу жизнь. Но если вы встали на этот путь, то чаще всего это процесс длиною в жизнь. И иногда на какой-то ступени тета-хилинг, на какой-то ступени там какие-то другие практики. То есть я не прекращу, как я начала 14 лет назад, и как в это втянулось, у меня постоянно, вот я только вот сегодня, кстати, попробовала гипнотерапию с коучем, очень глубокая как бы сессия, я не могу сказать, что лучше, что хуже. Каждый инструмент в свое время очень важный и нужен. Тут нужно смотреть, как это вам отзывается. Можно проверить, знаете, у меня на ютюбе-канале есть видео, как прислушаться, как принимать решения, как слушать свое тело, потому что тело, тело, оно никогда не будет врать, оно всегда вам подскажет, нужно вам это или не нужно. Если оно, когда вы задаете вопрос, мне нужна эта практика, да, мне нужен этот человек, мне нужна эта работа, не знаю, если на уровне ощущений у вас такое, знаете, тяжело, такое ощущение дискомфорта, сжатия, то, скорее всего, не нужен, потому что тело вас не обманет. А если это то, что вам надо на данный момент, отталкиваясь от этого момента, придет расширение, комфорт, что да, да, вот такая радость или как бы чувство комфорта. Вот так можно попробовать. Так, спасибо вам большое, алхимия, дыхание, супер гениальная практика, очень круто, всем рекомендую. Спасибо, Настя, благодарю вас, да, серьезно, до слез, как, как, хорошо, значит, самое сердце, туда, туда иметь или, отлично. Да, доброй феи не существует, совершенно верно. Как отзывается все, что вы говорите? Спасибо большое, супер, доброй феей нужно стать для себя самим. Точно, вот это и есть любовь к себе. Поговорю каждому вашему слову. Какие вы классные, друзья, спасибо вам огромное. Любимая, уже делюсь, чтобы не порвало. Вот, вот, Мария тоже, у нее опыт вообще просто шикарный. Кстати, проводили недавно совсем эфир, да, сколько Мария вообще испытала из очень комфортной, стабильной, успешной работы, где она занимала высокий пост, как ее мотала из стороны в стороны бедную. Но нашла, нашла, нашла наконец-таки, да, как она мне рассказывала последний раз. Закрылась на три дня в квартире и давай вот как раз примерно что-то в этом роде писать, да, что я люблю, куда мне тянет, что я делаю свободно, как я могу помогать. Примерно то же самое, да, ну, как бы ты графики чертила. То есть человек, ну, нашел, да, это не сразу произошло, но это произошло. Вот, поэтому это действительно возможно. Меня начала разрывать, пошла к психологу, к вам хожу на алхимию. Отлично, да, вот это супер. Друзья потом отвалятся. Совершенно верно, да, мы меняемся, друзья отваливаются. Придут более качественные люди, совершенно верно. Спасибо вам большое, ощущение, что говорю с вами на один-на-один. Супер, вы свет. Вот мы, да, мы всегда притягиваем нужных нам людей, всегда в подобных вибрациях. Вот это вот ценно. Вот это и есть единомышленники. На месяц. Ага, на месяц ее закрыла Мария, понимаете. Все бросила, ну, как бы, да, работа и устала. И закрылась она месяц, давая исследовать себя, в чем же она хороша и где свободна. То есть, как бы, процесс такой, это я вам сказала, сейчас сколько уложилась я, несколько минут. Но на самом деле в нем, ну, вот 43 минуты, нифига. Кажется, да, вот эти три круга, что ты любишь делать больше всего, что ты делаешь свободно и как ты можешь служить другим. Вот здесь еще, знаете, бывает, встревает такая штука, а что мне за это будет, а какова моя выгода. Вот это вот, а что мне за это будет, вот это эго. И когда мы начинаем самореализовываться из эго, сложнее, тяжелее обычно уходит, и обычно это не настоящее, обычно это, ну, может развалиться в любой момент. Когда мы действительно искренне начинаем, ну, вот прям служить миру, потому что мы все, единое целое. Не знаю, верите в это, нет, может, в алхимии дыхания чувствовали это единство. Но помогая другим, вы на самом деле помогаете себе. И когда мы, ну, немножечко как бы припаркуем свое эго, паркуем свои, ну, прорабатываем свои травмы, да, любовь к себе, паркуем свое эго и начинаем вот жить из истинного я, там, ну, там все, о чем вы мечтаете. И при том достается вам намного легче, чем когда мы живем из головы, тем более, или из эго. То есть изобилие, и все начинает приходить. Но это путь. Это путь, который, это путь, которая пришла прожить сюда наша душа. И она, если бы было все так просто, ну, была бы как бы игра неинтересна. Поэтому это процесс, который необходимо научиться любить, научиться принимать, научиться терпению, ну, как-то вот, ну, смириться, что да, это путь, это процесс, он не бывает как бы вот так вот за раз. И идти по нему, идти по нему в удовольствие, с радостью, когда-то с поддержкой, когда-то без. Но идти и знать, что вы точно туда придете. И тот, кто идет, он всегда придет. Просто, просто не сразу, просто нужно время, просто это процесс. Но он в какой-то момент становится очень интересным и классным. Вот, закрылась и прорвало. Мария пишет, да. А метафорические карты тоже классные. Знаете, метафорические карты тоже как инструмент. Он всегда показывает, что на уровне бессознательного. Ну, это такой инструмент самоисследования. Вот метафорические карты классно работают с хорошим каким-нибудь психологом или коучем. Вы достаете карту, говорите, что вы на ней чувствуете и видите. И после этого вас начинают потихонечку дальше как бы, ну, как раскручивать, копать, исследовать. Потому что самое интересное внутри нас глубоко, мы до него сами не до, не можем дойти, потому что там защитный механизм, который нам не позволяет. Метафорические карты это один инструмент, ну, как бы копнуть, а потом дальше еще бы хорошенечко так нужно поисследовать с помощью вопросов. Поэтому классный тоже инструмент. Вот, ну что, давайте еще раз зайдем на эфир. Так успокаивает, вдохновляет, когда вас слушаешь. Класс, спасибо, Антарь. Благодарю, Риталий, за такие эфиры. Очень объемно, чутко интересно. Удовольствие смотреть и слушать. Алхимия дыхания, это огонь. Друзья, благодарю вас. Это вы вот, когда присутствуете, сразу такое синергия происходит, такое создание. Я 46 минут отговорила, этот потоп взорвался. Спасибо вам большое за ваше присутствие, за ваши вопросы. Да, спасительница. Ну что, да ладно, спасительница. Вы сами, без вас же, я же ничего не могу тоже. Вы приходите, и все получается. То есть тут взаимно, тут как бы, не стоит меня наделять каким-то, я просто чуть-чуть больше проснулась, мне кажется. Чуть-чуть больше травм проработала, и поэтому больше энергии. Вот разница, наверное, просто что у меня больше энергии, я вот эта энергия вас вдохновляю, мотивирую. А также я обычная девчуля. Друзья, ну что, если вопросов нет, тихонечку завершаемся. У меня сегодня спорт, дальше по программе. Пойду булочки качать. Если вопросы есть задавайте, если нет, тогда еще раз вам огромное спасибо. Так, и пойдем тогда дальше. Вдохновили, спасибо. Супер, благодарю. Вот это вот самое то, что нужно. Вот, если еще вдруг не знакомы с алхимией дыхания, суббота и вторник, это мощнейшая дыхательная практика, медитация, полтора часа идет, но это лучшее, на что вы потратите время. Помогает прям и полюбить себя, и следовать деструктивной установке, и вернуться к целостности, к свободе, вернуть в себе уверенность. В общем, одна из самых эффективных. Так, я верю вас, скоро будет своя империя. Ну, мечтаю о ретрите. Я живу на Бали, мечтаю построить здесь ретрит, поэтому буду с огромной благодарностью так не только общаться, но еще звать гости. Я очень люблю гостей, очень люблю, когда у меня гости живут, и вот со всеми вот этот вот, вот есть такая идея, поэтому спасибо, спасибо, если вы это видите. Вот, благодарность вам, спасибо за эфир. Эфир сохранится, обязательно. В ИГТВ я выложу, все сохранится. Благодарю вас, друзья, за то, что вы здесь пришли. Обнимаю вас, и до скорых встреч, всегда на связи. Да, на алхиме дыхание, совершенно верно. Все, пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok, пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,